может мне не, я застегиваться не буду я буду хотя бы делать вид что сейчас не так холодно короче давай пробуем поехали ой фу нет, я не хочу ладно, давай попробуем поехали народ, всем привет сегодня у нас оживление мертвеца но реально необычное короче, в последнее время что-то надоело оживлять однообразные скучные и неинтересные автомобили поэтому мы обратили свой взор на что-то более интересное и начали искать на почте письма людей, которые пишут не об обычных автомобилях не о четырках там или чем-то подобном да нет, там реально все уже тысячу раз пройдено и старый форт Мондео и что только там нет ну нет там ничего интересного поэтому сегодня у нас Хачероку а точнее Тойота АЕ 86 супер легендарный дрифткор чтобы вы понимали, само оживление началось с того что я увидел на почте письмо от некоего Дениса где он пишет, что у него есть такой автомобиль и более того он свапнут на бестрамблерный 4А ГЗЕ и на этом 4А ГЗЕ поменен компрессор на СЦ-14 и машина не заводится бла-бла-бла-бла-бла-бла чтобы вы понимали когда я это читал до момента описания неисправности у меня в главе было два вопроса что такое 4А ГЗЕ и почему на нем менялся компрессор компрессор чего? кондиционера? чтобы вы знали до момента встречи с этим автомобилем я даже не предполагал что у Тойоты были компрессорные моторы и более того на базе легендарного 4АФЕ мотора я знаю что такое 4АФЕ мотор я знаю что такое 4АЖЕ мотор это в принципе хорошо известный классный двигатель но оказывается была версия ГЗЕ а как позже я узнал там еще и ГЕУ и что только там не было по этому мотору ну короче оказывается у Тойоты есть компрессорный мотор 1.6 охренеть оказывается целая эпопея целая эпоха по Тойоте прошла мимо меня и обо всем этом я узнал из всего лишь одного вот этого сообщения некого Дениса и соответственно когда тебе предлагают оживить такой автомобиль отказаться просто невозможно знаешь эту песню Слава? ооооо Леха, а ты Кобру не видел даже, да? блин, я мечтаю видеть ее ооооо эх и ты не видел процесс сборки это было очень круто блин, лучшее событие двадцатого года ну, был свой прикол блин, мне кажется Слава, она не особо-то знаешь, менее страшной стала вот сейчас ааа ну то есть такая речь просто без кузова она на этих колесах это вообще согласен, конечно короче, приезжаем мы на эту Суставянку торгового центра как всегда вот по теории вероятности она находится в самом дальнем конце Москвы от нас ну да ладно, приезжаем и видим это чудо чтобы вы понимали, Денис написал сообщение на почту, никаких фотографий, ничего он не прикладывал и меньше всего я ожидал увидеть вот такое это она вот эта ярко-салатовая, ты у нее спроси это АЕ-86? я почему-то думал, что АЕ-86 вообще по-другому выглядит если вы по каким-то причинам не знаете об этом автомобиле значит вы ничего не знаете о дрифте Левин, да, это похоже она ой, какая она ушатайка зеленая, на каких-то фиолетовых дисках короче, эта машина это, знаете, есть такие художники я не особо шарю в живописи но какие-нибудь экспрессионисты или кто там бывают, они там я ничего не знаю, в общем, ладно даже пример не получается короче, художники, которые, знаете, рисуют просто берут холст и накидали на него разноцветных каких-то пятен и такие я так вижу, это это современное общество в разрезе политических взглядов людей на мир или любые другие бредовые слова которые пришли мне сейчас в голову и все такие это так свежо и необычно наверное, именно так думал владелец этого автомобиля который красил эту машину в такой яркий цвет и использовал максимально противоположные цвета здрасте привет Денис, Андрей очень приятно взаимно как вы ее до такого состояния довели? я купил такую так он здесь купил, она так и стоит здесь а, ты ее здесь купил и так на ней даже уехать не смог? нет а зачем ты ее купил-то вообще? ну, в планах было по дрифт классиках как его? Зарубин? нет Цариградцев Цариградцев, ты Цариградцев? нет окей я просто не знаю я просто думал, что только он один дрифтит сам с собой а, я понял про кого-то, нет ты даже колес из нее не вытащил супер-чарджер ну, это да, это колеса уже купили, но уехать не уехали у нее замки капота такие, да? да ну, че, блин че такое хачироку? хачироку? это 8.6 по-японски да? да да а, тут еще оргстекло ну, капот уже купили потому что это дичь хахахам 업 елки-моталки так так что проблема то обороты плавают когда чутка поработает так газ если трогаешь глохнет сразу если плавно на газ надавливать продавляешь обороты можно поднять если чуть лечь и сразу захлебывается и глупит а почем ты ее купил? 200 тысяч рублей ну я не знаю наверно ты взял уже с воздуховодом под кулек обычный тебе не гад, что ты переплатил? хотя наверное по компонентам она не очень дешевая она да, ну во-первых в целом как бы 86 особо не купишь ну в таком состоянии мне кажется ее на помойке лучше найти чем покупать давай заводи посмотрим, послушаем хотя бы для начала она заведется, нет? хороший вопрос Клаб Турбо диагносит, разъем даже есть диагностики да, только она почему-то не работает а вы ее как через замыкание, по морганию лампочки смотрели? да нет что аккумулятор совсем дохлый? новый, достлый блин, едой пахнет, жрать хочу я тебе Слава обманул, сказал, что мы в Макдак заедем Слава говорит, поехали что скажешь, Слав, в чем дело? ты вообще хоть раз видел компрессорные Тойоты? ну я вчера посмотрел так пару моментов я вообще впервые вижу компрессорную Тойоту вообще впервые, блин а как ее вообще, кто ее собирал, когда и ездила ли она когда-нибудь вообще нормально? ездила, да вот в этой сборке, в этой конфигурации я до ней даже прокатился перед тем, как ее купить а потом, ну, приехал, через неделю приехал забирать она уже крякнул завелась, нормально, то есть все как бы работает стоит, стоит, прогрели, собирались отъезжать я не знаю, она может тысяч до трех пару раз газанул, вроде все нормально собирался выезжать, раз, бут, заглохнет что за херня, завожу, заводится и начинает оборот плавать от 500 до 2000, плавают, 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 там плитуда растет, 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 глохнет если газ пытаешься трогать, то сразу как бы она в буст стреляет еще из выхлопа и глохнет оправдавцы с ковольтами поменяли попробовали свечи, правда там, ну, не спецовые, а хотя бы точно рабочие, чтобы поставить свечи поставили, и справа вроде есть, бенз вроде есть, хрен его знает заводится нормально давай пробуй, сейчас сожгем поджирок, что твоей бабушке что, глушняк? прям туда-сюда резко помаслать а, по-моему, у него у него, смотри, при включении стартера просадка идет, да? нет, идет, без насос включается нет, нет, держи, он сначала прокачивает без насоса, потом пускает стартер не знаю, как это сделать блин, даже, а, часы гаснут, наверное слушай, а может, не оку... о так, а троит же, нет? да, перестала троит перестала? да да, старость, я с начальника набрал, он вообще не работал стартер, поэтому это я знал а есть что-нибудь такое, по втягивающему стукнуть, нет, там, ключа какого? не помогает не помогает стукнуть да а ты, есть у тебя баллонтик? баллонник, ключ какой-нибудь стукнуть, по нему, да, все-таки ну, сейчас вот аккумулятор не смог да, сейчас аккумулятор не смог, я увидел давай, короче, я возьму нормальные провода ну, что вы, провода пойдем пойдемте что вы здесь расселись? покажем этим японским ребятам что такое взрослые мужские провода ну-ка посмотрим что изменится сейчас панжер сгорит вообще сцепление по-хорошему надо было выжимать давай сразу с первого раза без всяких этих эх, не надо, не надо, пожалуйста, не глохни ой секунду, это у нее таким образом а, фу, это на вентиляцию я шланг перепутал, думаю, как это он к антифрису подключается а он вот сюда, так КВКГ и он до дросселя получается смотри, у него вентиляция картера до дросселя у него вообще все до дросселя надо смотреть систему после дроссельной заслонки но такая тоже тема а он говорит, что она начинает плеваться может быть низкое давление топлива ты говоришь, газельский насос хорошо, а еще то, что ты говоришь во впуск стреляет или выпуск куда она стреляет? в выпуск в выпуск в выпуск, значит да, значит, весь бойворот богатый он не успевает прогореть это что такое, вот это кто такой вообще здесь стоит что это такое это форсунка холодного пуска а, у нее, я понял, у нее доп еще этот а, топлив, вот она топливной магистрали подходит еще доп форсунка смотри, как и на кадже троники, блин прикольно сейчас дело окажется в катушках опять да не, вряд ли так себя вести будет и получается ситуация такая чтобы вы понимали у нас есть автомобиль на котором стоит мотор который ему не принадлежит который устанавливали с использованием частично проводки не от этого двигателя а от того, который здесь стоял который доработан причем очень жестко местами например, заваренная муфта компрессора или нештатный байпасный клапан неправильно постученная вакуумная система и так далее, и так далее выпускной коллектор тюнинг и отсутствие лямзы и прочее, прочее, прочее и при этом у нас нет мануала на нормальный 4А ГЗЕ его, в принципе, нигде в интернете как таковой не найти ты нажми, набери мануал 4А ГЗЕ может быть он вылезет я же на 2АЗ так находил вообще, все что угодно у тойоты много мануалов в интернете нам надо вычтенить того, кто умер потому что, если эта система как-то работала окей значит, если она работала пускай она была собрана не совсем правильно может быть но она работала а что же умерло то? ну, за счет того, что неправильно подключили может быть какая-то диафрагма ей сдохла может быть, да у нас уже подозрение есть первое, на байпасе у нас диафрагма не держит вакуум я прям попробовал ну, то есть если ну не держит вакуум значит она и не держит и давление то есть она продувается в обе стороны и второе, у нас есть подозрение на регулятор потому что в регулятор она дула и он говорит, что он ездил она работала потом пришел и не работает у нас и та и другая тема и порванная диафрагма на байпасе умерший регулятор попадает под это они могли сдохнуть в любой момент если работают в таком режиме но как мог сдохнуть регулятор давления давай просто подумаем если у нас, например, регулятор давления сдох и он не держит давление давление слишком низкое то у нас смесь бедная тогда выстрелы должны быть во впуск надо вон там заткнуть дырку он даже во впуск впуск давай давай заткнул, хорошо ее? ну, хорошо вон работает но работает как опять вон он приоткрыт вот он сейчас приоткрывает на холостом ходу во-первых он стреляет во впуск глуши во-первых он стреляет во впуск вот прям сюда во впуск сто процентов стреляет это уже тут сомнений нет а не выпуск может и туда и туда стреляет но стреляет сейчас во впуск и смотри как бы клапан срабатывает я бы еще и фазы посмотрел бы конечно здесь закрепал ты каждый раз фазы смотреть еще раз в какую сторону у нас работает этот клапан сейчас сейчас там по идее должно было остаться раздвижение туда не дует, да? он работает в эту сторону то есть нет, туда он работает в ту сторону то есть разрежение его не колышет он срабатывает только когда появляется давление разрежение вот отсюда сюда то есть давление, когда у нас там начинает надувать у нас начинает сюда дуть и он приоткрывается мы это видели то есть этот клапан работает в одну сторону и окей тогда вопрос, если этот клапан исправен а диафрагма исправна, то у тебя должен открыться и не закрываться правильно? что логично, клапан то клапан сбрасывать некуда ну да то есть клапан не дает сброситься давлению может нам специальная диафрагма сделала с перепусканием с перепусканием тоже кстати сейчас я думаю, вполне может быть теперь да если она предусматривает наличие вот этого клапана тогда логика какая, смотри тогда логика его подключения какая на холостом чтобы разрежения не было у тебя стоит клапан когда начинает появляться давление через этот клапан продавливается воздух и этот приоткрывается и за счет внутреннего своего внутреннего какого-то калиброванного отверстия что там давление не остается оно через него же сбрасывается логика есть? есть да то есть этот клапан работает в двух режимах на холостом открыт что логично чтобы компрессор вообще не работал и закольцована система за счет вакуума а на оборотах он открывается за счет давления вот здесь и вот получается двойная тема двойной принцип его работы в общем поговорим с Денисом и собрав первые какие-то данные мы поняли что так просто здесь вот с кондачка не разберешься потому что во-первых Денис уже основные какие-то вещи попробовал, посмотрел, сделал а во-вторых потому что опять вот традиционный вариант мы едем на оживление думаем сейчас приедем шкалатроном на коленке заведем опель нифига здесь совсем не так на деле ты приезжаешь и здесь технически сложный автомобиль плюс доработанный и плюс человек который более-менее в этом разбирается ну не более-менее он разбирается на неплохом уровне и по итогу ты получаешь что ты приехал сюда в одной руке плоскогубцы в другую отверткой и думаешь я сейчас блин за 2 секунды оживлю а на деле все оказывается намного сложнее надо смотреть давление топлива надо смотреть давление топлива и после этого делать вывод я думаю что основная проблема у него в давлении топлива либо в бензонасосе либо в регуляторе давления где именно непонятно и после этого уже когда после того как станет понятно в чем дело здесь решать вопрос скорее всего вот этот разъем идет на клапан который должен стоять здесь это легко проверить когда машина будет исправна можно будет просто газануть и повесить сюда контрольку и посмотреть если в какой-то момент в момент прохождения нуля у тебя появляется здесь плюс то есть клапан закрывается или наоборот постоянно висит и пропадает ну то есть мы же не знаем прямой клапан или обратный то это сто процентов на него и сюда ставить обычный хоть вазовский хэр разница главное вакуумный клапан обычный поставить и огромная вероятность что сдох все-таки не насос а регулятор потому что он неправильно подключен и все это ложится в ту логику что она работала работала до какого-то момента плавно его убило и плавно да может быть резко его убило и сейчас может быть он постоянно травит давляк и у нас не хватает давления и поэтому во впуск идут выстрелы или наоборот передав и так же поэтому идут выстрелы в выпуск что делаем? сервис эвакуатор эвакуатор в сервис эвакуатор нужен надо забирать ее в сервис потому что здесь не очень удобно ковыряться во-первых а во-вторых потому что оборудования нет и сейчас на гермитос надо сажать по новой потому что здесь уже проклакурить можно поковырявшись полдня с этой машины построив несколько разных теорий мы решаем забрать ее в сервис о, спасибо ща я ща я все сделаю спасибо точно? да, спасибо я тебе помогу помогу ты не справишься так ни хрена тут нет того что мне нужно на самом деле потому что ты не смотришь туда куда надо ну ни фига здесь вообще такого нет я думал мне нужно что нужно мне нужно колечко тебе надо вот такая штука вообще на самом деле ну да либо такая да 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 с болтиком полом и запустить можно и посмотреть смотри как ты хитрый ты в интернете все это прочитал? нет ну вот у тебя же есть болт все 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 нормально хочешь что? ты уверен? да все спасибо не надо ты посмотри что у нее внутри творится там у нее в баке вода похожа да смотри что ну ржавчина блин можно сейчас включить насос и оттуда плесканет и глянуть вообще что оттуда польется давай о стой хватит хватит ой сожгем ее сейчас да не не видать чтоб какого-то говна там было хорош бензин ну что жми давай трешник ну чуть меньше трех раздираем все подряд вот же вот он разъем разъем который дружит с этой тойотой что она это показывает сейчас посмотрим главное чтобы она ошибки хотя бы мне назвала свои мне хотя бы этого будет уже не информация о кодах ошибок давай ланчуга давай 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 брат сделай это давай давай брат давай работай нет ответа ТБУ неудача неудача то есть неудача попытка прочитать машину неудача попытка посмотреть на давление топлива неудача шаг номер следующий вакуумные трубки нет зажигание ну такими темпами ремонт у нас конечно давай мы дадим побольше тока ну давай режим буста ну давай 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 не глохни оооо слушай прям по ВМТ бьет смотрю как метко четко прям по ВМТ видел? то есть мы сейчас условно говорим про то что у нас угла опережения зажигания на этой машине не существует оно у нее зажигание происходит ровно в ВМТ это не совсем правильно это по сути уже позднее считается зажигание потому что оно должно быть постоянно ну десятка вот здесь где-то примерно градусов 10 от верхней мертвой точки ну окей ВМТ нас устраивает огромная вероятность что у нее проблемы с дыркой в опуск возвращаемся к тому с чего начали Слав а мы так и не побрызгали кстати мы так и не побрызгали да и ты хочешь предлагаешь сейчас взять и брызгать? ну да а я бы ты видел в каком состоянии болт здесь был? я бы возможно залез и форсунки посмотрел бы они могут быть ужасные они могут быть забитые у тебя может в одном цилиндре так сгорание в другом так они могут она еще стреляет ну все правильно у тебя смеси нет, у тебя форсунки все работают как хотят она не распыляет а просто сыт сыт, да 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 у тебя смесь бедная вообще жутко давай скинем тут надо вот эту срань снимать сначала это очень сложно снимается давай снимаем я чувствую себя нереально слабым почему я не могу порвать эту тряпку она из чего? из адамантия? сделана я не могу, прикинь японская давай, давай а я не могу, прикинь она мне руки режет а не рвется надо было оторвать чуток слабый а почему ты ее пополам то порвал? как сказал так и порвал я не могу ее порвать подождите она просто там на то роду была давай я кусачками ее постригу а ну а ну ты что, ты себе руки чуть не сломал? блин вообще офигевая какая она подержи дотяни вот, Леш, кусочек держи вот так все спасибо теперь ты все что нужно было да? ты знаешь, что Слава я там пополам порвал? я просто хочу, чтобы туда грязь не попадала важно было вовремя уйти типа вот я порвал да 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 зачем ты дальше понтоваться начал, Слава? так, может теперь попробуем подключить на топливную рампу давление? не забыть разъемчик закинуть так, есть параметр полторы тысячи оборотов это медленно, но нам хватит и надо будет запустить насос run run да, отлично круто а, давление то можно подать? а, он уже сам его нагоняет ну первое, вот это слабее всех она видишь, она больше всех капает и вот это тоже, видишь у них прям, ты видишь отдельно капельки прям летят их мыть надо по-хорошему эти форсы и вот теперь смотри, насколько вот это гонит больше, чем остальные я думаю, ничего страшного, если мы их ультразвуке заставим поплавать их после этого по-хорошему еще надо будет этим прогонять как его звать ну что ты ну что ты ну, кошачья вещь мне начали люди присылать фотки, которые здесь ремонтируются начали его фотки присылать код без стеснения называется без комплексов о, там киса, киса, киса а он такой, ну все, я такой, ребят, вы меня ждали вот тебе резинка уже вот это просос воздуха гарантированный стопроцентная гарантия прососа воздуха вот посмотри стандартно уже понятное дело все резинки на этом автомобиле давным-давно сохлись поэтому пришлось заказать еще и резинки под форсунки отдельно все но так как это Тойота резинки на форсунки которые ставятся на эту машину ставятся еще и на несколько других моделей я я же говорил, что резинки точно такие же как у меня вот в общем я пробил свои и я тебе сейчас просто коротко перечислю список того на что они идут они пробивают мои же пробиваются Тойота Фораннер Фораннер Трак Альфарт Альфарт Альтеза Гита Аристо Аурис Авалон Авенсис Бэбэ Белта Блейд Калдина Камри Камри Ауреон Камри Гибрид Камри Карина 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 Все, Лексус, СС, Тойота, Литайс, Таунайс, ЛВН, КРЕ, ДРР, МРН, Марк, 2, Марк, Ис, Мадрикс, МР2, Надя, Ноах, Бокти, Исквайр, Фасио, Пикник, Береги, Коннезис, Верса, Плат, Порте, Порте, Премио, Премия, Приус, Провокс, Рактис, Раунд, Рав 4, Рукус, Сепкерс, Сеон, 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 Секвойя, Сера, Сиена, Сиента, Суавер, Талара, Салуна, Спасио, Спринтер, 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 Труиена, Стар ВИОС, 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 ВИСТА, ВИСТА, ВИТС, ВОЛЬС, ВИЛ, СИФА, ВИЛ, ШЕСТЬ, ВИЛ, ВАЕС, ВИНДОМ, ВИШ, ЯРИС, ЯРИС, ВИУС, ЛИМА. Все. Это было заклинание. Эти резинки идут на все виды Тойот. И они в наличии за 96 рублей штука. Ух, у меня аж дыхание сбилось. Может зажигалка, нет? Может быть у нее два горшка, проблемы с искрой. Вспомни, как вела себя Тойот Тойота краун. Оооо, это смерть. Если Тойота ломается, то так, что вообще конец. Так что даже не логично. Там тоже она как это. И заводилась плохо очень там. Но там одна катушка, здесь две. И там поэтому она хуже была. А здесь она на двух горшках хоть как-то разгазовывается. Диагностика по похожим случаям. Угу. Так это опыт. Это же самая важная вещь. А можно сюда другую катушку подкинуть? За нашу двухконтактную, по сути? Да. Нам нужно просто любую двухконтактную катушку. Здесь стоят катушки сдвоенные. Этот, как его. Вот на Газели такие же. И вот на Паджеро. Вот на 6G72 идеально. Там три по две вот таких же катушки стоит. Двухконтактная катушка. Значит, просто на ней плюс-минус. Больше ничего нет. Она без трам... Опа! Одна катушка лопнула. Серьезно? Да. Вот. Видишь трещик? На второй. Да. Офигеть. Она может пробивать, да. Может смело пробивать. Если окажутся катушки, я этому Левину, блин, ноги пробью. На хрен. Я ненавижу слово катушки. Но я вижу трещину на корпусе катушки. И это явно не свежие катушки, а древнючие. Да, и причем на обоих трещинах. И вот тебе, да, и на второй тоже. Вот тебе и выстрелы во впуск. Да. И выстрелы куда угодно, блин. В любой непонятной ситуации. Меняй катушки, блин. Я драться буду с Тойотами. Я уже в каждом видео, в каждом оживлении мы всегда начинать будем с катушек. Просто потому, что ну их нафиг, блин, вот так вот. Будешь возиться, 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 а потом поймешь, что делать в катушке. О, вот они, эти катушки. Две штуки. Двадцать косарей катушка зажигания. Вы что, сдурели, что ли, блин? Двадцать косарей. С ракет катушки. Можно, блин, раздатку на Туарег купить. Я думаю, что этой Тойоте вот, как только я увидел цены мне кажется, что этой Тойоте идеально подает газелевские катушки. Идеально. Короче, снимаем катушки и вот прям сразу видно результат. Во-первых, на обеих катушках есть трещины прям жесткие. Катушки стоят в довольно теплонагруженной зоне плюс они старые и пластик, естественно, сохся появились трещины и это является сразу первым сигналом а вторым сигналом является то что у них не промеряется вторичная обмотка Я не понимаю, какое сопротивление у этих катушек мегаомы не знаю, бред какой-то не работает но ведь искра-то у нее была, мы же проверяли свечки на массу накинул, да? да есть и искра есть на этих катушках ну то есть у нас причин их приговорить только, знаешь, косвенные признаки сильные, но косвенные признаки то есть у нас нет такой явной причины почему мы можем сказать да, эти катушки убитые по трещинам трещины это, конечно, плохо они лопнушие и проявления очень похожи на них, да? вот эти выстрелы причем самое интересное что у нас может быть сдохшая только одна катушка и этого будет достаточно у тебя будет стрелять какой-то из двух цилиндров точнее два цилиндра а другие два работают и поэтому он медленно разгазовывается вспомни Краун когда мы его заводили он тоже как-то так нехотя кое-как прям вот через пердеж разгазовывался причем фазой двигали все равно все, да и вот очень похоже на него согласен решили взять катушки с газели 405 и 406 мотор обычные такие же двухконтактные газелевские катушки и завтра мы меняем колечки под форсунками мы меняем катушки и пробуем завести чтобы исключить катушки приезжают катушки и тут мы сталкиваемся с такой проблемой соединение катушек японских и наших отечественных естественно разные и высоковольтные провода от этой тойоты довольно сложно срастить с нашими вы скажете как же вы хотите поставить эти катушки для этого нам потребовалось спецоборудование выглядит оно уныло вот так вот я попросил Славу сделать эти и эти он сделал их не очень красивыми он просто ну не знаю для меня вот я люблю эстетику в таких вещах я бы наверное заморочился сделал их покрасивее но ладно эффективность технина ну смотри какая жесть вообще какая-то жесть просто как так можно делать некрасиво провода это блин я не знаю это какой-то лягушачий поступок делать такие провода ну да ладно главное что они работают смотри нужно просто кусочек железки выдвигнуть вот так и сделать здесь две дырки и здесь одну короче Андрюха у меня вымаливал очень долго отдать ему макитскую вот эту штуку я купил сам за свои деньги если кто смотрел видос про оживление Мазды Кседос там я купил заехал ради того чтобы просверлить один болтик который я взломал на тачке положения коленвала я поехал за свои бабки купил вот эту новую макитскую дрель а после этого отличная замечательная компания подогнала мне другой шуруповерт круче чем этот и у меня как бы было два шуруповерта и Андрюха у меня долго вымаливал этот шуруповерт и в какой-то момент мое сердце дрогнуло и я отдал ему этот шуруповерт и знаете что произошло пошли покажем на следующий день этот шуруповерт упал Андрюхе на ногу и пробил прям в костяшку и перебил вену и там у него нога надулась и он теперь вон ходит хромает инвалид а я отдавал от чистого сердца и вы скажете чего ты так радуешься то а я я радуюсь просто от того что я могу сказать Андрюх я же тебе говорил что он тебе не нужен давай я тебе говорил он не нужен тебе давай расскажем как мы на кухне этот шкафчики открываем какие нет это другой случай какие шкафчики да это вот эта фигня это не шкафчики я открывал я просто случайно рукой махнул и вот просто абсолютно случайно и не было предпосылок ничего на кухне стоял и просто рукой махнул там короче на эмоциях вот так и я да и это в один день с Андрюхой и я просто напоролся ты просто посмотри на это это 18 плюс и это уже зажившая фигня я тебе могу скинуть фотку как это выглядело с самого начала нет я увидел свой богатый внутренний мир так Андрюх давай вот в общем выпилил я кронштейн в этот момент надо делать так это сделал я выпилил покрасил просверлил дырки сейчас мы ждем пока ты так дуешь да? да да пойдет так сейчас мы дождемся пока оно да и главное встань так чтобы Андрюха в кадр не попадал ни в коем случае вот соответственно сейчас она высохнет и мы поставим это все туда я поставлю это все туда я нашел я отпилил я просверлил я покрасил я поставлю термостойкая краска а это для суппортов которая как раз да? да вот термостойкая специально ездили брали обычную краску закаляли ее в кузнице этого Тора Одинсона чтобы она стала термостойкой сейчас посмотрим поймешь для чего вот это ты выпил сделал да ну конечно я само собой я знаю для чего я сделал этот выпил все вырубай камеру ничего там катушечка будет упираться в пластик ааа кое-как при помощи изоленты там смекалки ковырялки и прочего прочего мы наконец все это умещаем подключаем все форсунки установлены все установлено все 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 наступает момент истины давайте попробуем завести машину на новых катушках заводим итак первый запуск японско-нижегородского сотрудничества стой 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 регулятору конец похоже елки моталки это вот отсюда я когда его откручивал он здесь затянут был настолько что я его от сварки оторвал немного от заводской и мы сейчас ничего с этим не сделаем у тебя ключи с собой от машины? да пошли посмотрим какой у тебя стоит так там 4А ГЗЕ здесь 5А ФЕ слушай да похоже да похоже наш вариант оно прикинь это с чего подошел сейчас не так сильно нальется а где льется где ты видишь я думаю надо попробовать завести так ничего страшного это не большая совсем тема мы просто сразу поймем результат а потом будем думать уже что с этими кольцами делать это ты газуешь или что? нет я вообще не газовал но я сейчас держу стартер она вот так выкручивается я бросаю она бросает опять в тыкаю и она опять выкручивается у нас как будто газ выжат в пол а никого не напрягает ёлки-моталки чтобы здесь трос у нас ой блин слава ой слава у нас бросили выкручены смотрите что с ручкой сделали для сон я вставляю кто говорил EGR возможно блин это странно было чтобы она из EGR сосала у нее компрессор у нее есть подозрение что открытый EGR потому что здесь все патрубки внутри черные она возможно изначально задыхается из-за того что постоянно ЕGR открыт на максимум и она постоянно дышит выклопными и компрессор сейчас на всасывание это странно через влучителя она чтобы всосало так много. А что вы называете ЕГЭРом? 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 Нет, просто покажи. Экс хауст газа, да кто его знает, где он здесь стоит. Вот здесь у тебя просто будет стоять клапан, который соединяет канал в башке. Давай посмотрим на него. Давай снимай. Разбираем на него. Зачем на него смотреть? Нам нужно верхней части уголовки. Давай посмотрим просто на головку с этой стороны. Не надо тут все разбирать. Давай, давай. Трубок нету, коллектора только раннеры идут. Если идут, то все. ЕГЭРа тут не должно быть. Это древняя машина. А то он скажет, что плечо-то не завелась. Не должно быть. Все, окей. Все, спасибо за ваше мнение. Оно очень ценно для нас. Оставайтесь на связи, да? Мы обязательно к вам, я вам позвоним. Хорошо. Короче, результата нет. Все тоже самое. Машина ведет себя абсолютно точно так же, с помытыми форсунками и с новыми катушками. Никакой разницы, как было, так и осталось. Окей, будем искать дальше. Сейчас мы все это дело начнем с того, что все-таки попытаемся глянуть. Меня волнует, почему у нас нет связи по линии диагностики с машиной. Зря я сюда, наверное, проталкиваю, да? Я так дверь не открою нифига. Спасибо, спасибо. Ага, сразу понятно, что это свапина. Что это свапище, потому что тут посмотри, что творится. То есть, вот сейчас мы уже понимаем, раз все вот так, значит, скорее всего, моторную проводку на этой машине не меняли, а ее садаптировали со штатной на эту. И это плохо. Вот это Старлайн. Это сирена орет. Значит, у нее плохая масса. Видишь? У сигналки плохая масса. Пол дня я ковыряюсь в проводке этой машины. Во-первых, я вытаскиваю нахрен ей абсолютно никогда не нужные провода. Кучу тьму. Какая-то сигналка. Там еще что-то где-то как-то подключено. Через жопу все. Короче, я не знаю, кто там это все делал. Там везде проведены ШВП провода. Все как-то накидано, все прикручено на соплях. Я решаю, окей, все что этой машине не нужно, я просто вырежу и выкину. Эта масса в таком виде нам точно здесь не нужна. До свидания. Плюс, вот этот нам не нужен. И этот провод из-под капота, ни за что не решающий, тоже не нужен. Мы же машину оживляем, правильно? А не ерундой занимаемся. Опа, подсветка заработала, елки-моталки. А с чего бы это? Она никогда не работала. А тут заработала. Самое главное, что ты тут что-то сломал и все заработал, все провода выдрал. Да. Я просто лишаю ее ненужных для нее вещей, она радуется этому сразу. Вот это этой машине не нужно. И вот смотри, сейчас ничего не изменится. Едем дальше. Давайте наконец долезем до блока и посмотрим, что же творится возле него. Долезаем и понимаем, что половина проводов на диагностический разъем от этого блока не подключена. Ой, нам главное с этими разъемами не напутать, какой куда идет. Светло-зеленый, смотрим, вот этот. А вот он. А вот он. И видишь, он никуда не подключен. Все верно. А нам надо включить на 15-ый пин вот этого разъема. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер. Только радость впереди, взрывая в высшей небе. Небедая ветра, крыхатые косеи. Все, есть. Поехали. Втыкаем все по местам, включаем зажигание, подкидываем диагностику и пробуем ее прочитать. Так, 17 или 22 пин ДЛЦ. Двигатель. Выбрать, да. Информация о катухо-шире. Давай, давай. Давай, детка. Вот он, главный самый момент. Ключевой. Давай, 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 давай. Нет ответа. Очень жаль, нет. Так. Поехали. Раз лауч не смог нам помочь, переходим к плану Б. Диагностика крепкая. Не Тойота. Ну давай, по-братски. Хотя бы не сгорело. Не загорелось. Так, есть еще один шанс у нас. Мы сейчас разберем блок. А, здесь его уже паяли, ремонтировали. Смотри, видишь? Блок. Вот кондер меняли, вот кондер меняли. То есть блок уже с ремонта и неизвестно рабочий он или нет. Может быть вообще сдохло в нем что-нибудь и все. И поэтому у тебя весь этот геморрой. Какой-нибудь кондерчик. Я же говорил, что я не электрончик. Мне сложно здесь что-то так вот оценить. Я обычно смотрю только на целостность дорожек и запах гари. Да, конечно, паяли здесь вообще ништяк. Смотри как. Жестко паяли прям. Меня очень сильно расстраивает, что здесь уже все вот так вот ковыряли. Это говорит о том, что проблема может быть где-то здесь. А я вот так ее легко не определю. Вот этот, видишь, перепаивали кондер. Вот этот резистор перепаивали. Здесь много чего перепаивали, очень много чего перепаивали. Оказывается, что в этом блоке кто-то когда-то ковырялся. И человек, который в нем ковырялся, по-моему, паяльник держал в руках впервые в жизни. Там так отвратительно были перепаяны парочка конденсаторов. Насрали просто. Там вот у него припой капал на дорожке. Ему вообще пофиг. Там вот этому человеку. Там так все ужасно просто было сделано. Я думаю, слушай, а может быть проблема в этом. Давай-ка мы возьмем блок и отдадим его человеку в ремонт. Здравствуйте, Павел. Меня зовут Ильдар и вы мне писали в ВК как-то давно, еще пару лет назад. По поводу? Ну, увидели в нашем видео, что мы ремонтировали какой-то блок. Четко вы с ними сказали, что вы занимаетесь ремонтом. А, Ильдар это который автопотвор. Ну, который, да, тот самый. А, все, я понял, да, вспомнил. Что случилось? А, вы все так же работаете? Ну, я сейчас на дому работаю. А, отлично. А если я, например, сейчас привезу его, нормально будет? Нет, без проблем. Я просто сам не эксперт в пайке. Я сам паяю, наверное, вот так же, как тот человек, который паял до этого этот блок. И поэтому лучше обратиться к человеку, который умеет это делать. Мы везем это все к Паше. Короче, смотри, я даже отвертку взял с собой. Смотри, какая тут ситуация. Вот просто глянь своим взглядом и скажи, что за жесть? Бывает и хуже, на самом деле. И вот, короче, получается, здесь, ну вот, это все. В общем, смысл в чем? Здесь просто за собой, кряво напаяли, ничего не почистили за собой. Да, но я там вижу местами, даже, знаешь как, я там уже пошкрябал немного. Там были моменты, где капелькой олова она падала на дорожки. Понятно, что они в компаунде, но все равно она могла их по температуре как-то поджечь и позамкнуть. Я вроде прозвонил, но у меня тестер с такими толстыми щупами, у меня так. Надо будет снять их, посмотреть, что под ними. Во! Я как раз хотел попросить, а вот эту вот всю тему как-то распаять, все дорожки просмотреть и заново, соответственно, ну, глянуть эти, как его кондеры, может быть поменять их или что-то с ними. Короче, шансов, что мы найдем второй такой блок практически никаких. Мы не можем знать, работает он или нет. Мы не можем никакой проверять, он не читается. И смотри, я тебе прямо сейчас специально для этого покажу, такая угрожающая отвертка. Короче, я тебе покажу сейчас дорожку, по которой идет считывание. Она называется E1. Она находится вот в самом маленьком 16-пиновом разъеме на 15-м пине. Я тогда сегодня посмотрю, там уже через пару часиков уже что-то смогу сказать. Было бы очень круто. У меня там еще Мерседесовский блок валяется, если что перепаять, можно с него снять. Если нужно, у нас блоков, то, в принципе, если нужны компоненты, да и дрянь и фени. Ну, например, те же кондеры, какой смысл их? Мы можем новые купить. А запретила резюки тут такие вообще запретила. Я имею в виду так, чтобы не ждать, чтобы можно было проверить. У меня там и тойотовские какие-то валяются, их только вскрыть надо. Я в тот раз пробовал их вскрывать и ужас какой-то. Угу. Я здесь на Тульской буду, скорее всего. Поэтому, если что, я бы мог быстро подскочить, забрать, например. Ну, забрал. Ну, там посмотрим мне завтра тоже туда, в принципе, на почту надо будет идти. Если я там что-то сегодня, завтра с утра что-то придумаю с ними. Если... Я сам занесу. Там, по-моему, где рядом рыбацкий магазин. Да, абсолютно рядом, прям соседняя дверь практически. Я туда в магазин рыбацкий хожу. И рыбак? Ну, что там ты? Рыбалка. Да, ничего страшного. Рыбалка, да. Я поэтому больших мотоциклов к своему. А катушка стоит, наверное, как два таких блока. Да, это я... Да, ну, как бы... Окей, если ты говоришь про бушный кривой 10, а так, по-моему, где-то на складе в Японии за сотку лежит. За сотку? Да. Машина столько, наверное, не стоит. У меня у дядьки катушка 90. Шимано. И есть. Ну, я знаю, что рыбалка эта самая крутая. И спиннинг 70. Это вот чисто палка 70 тысяч. У любых, короче, в любом хобби всегда все дорого. Вот куда ни судимся. Это да. Это да. Блок пришел с ремонта. И ожидаемо, там в принципе ничего не нашли. Попросил я Павла, чтобы он устранил все косяки. Он все устранил. Я уже блок подключил. Ну, то есть он устранил как? Он все выпаял. Все дорожки, они в принципе были целыми. Все гнилые, которые там показались подозрительными. Он их еще раз восстановил. Но, естественно, по результату пока никакого эффекта это не дало. То есть блок диагностикой читаться так и не начал. К сожалению. К сожалению. Но это вполне ожидаемо. Потому что он еще сразу мне, когда я ему отдал, он через какое-то время сообщил, что ничего не нашел в нем. Что выпаял все. Все увидел, что все на месте, все собрано. И поэтому просто, грубо говоря, переделал все качественно. Я сейчас не буду его вскрывать, посмотреть, как это выглядит. Но поверим просто на слово. И, ну, надо менять блок. Начали его искать и столкнулись с тем, что естественно, таких блоков управления в принципе нет. Короче, вариантов нет никаких. Все, прошла уже, наверное, неделя с последнего момента, как мы с ней ковырялись. Эта машина здесь стоит. Вариантов найти блок нет никаких. Созванивались с нашими ребятами из Владивостока, из Новосибирска. Они обзванивали разборки и везде искали. Прозванивали ту самую разборку в Томске, которая предлагала пожеванный блок. Даже его нет. Нет вообще никаких вариантов. Нет ни одного блока. Более того, я посмотрел объявление о продаже таких Левинов. Попытался найти такую машину с таким же мотором, чтобы выйти на связь с владельцем и может быть договориться, чтобы взять у него на тест блок. Ни одной машины в продаже с таким блоком сейчас нет. Но, однако, мне вдруг пришла в голову мысль. А возможно, есть еще один вариант, который будет вести себя подобным образом. И у меня появилась одна теория. Если вышло из строя и вышел из строя один узел, то все те проявления, которые у нас были, могут происходить именно так. Поэтому сейчас мы будем его проверять. Я говорю про трамблер. В трамблере стоит три датчика. Один внизу и два сверху. Один на 24 зуба и два на соответственно 180 градусов. И с одного из датчика верхнего не идет сигнал. Четвертый работать не хочет все равно. Очень странно. Ведь я даже промеряю его сопротивление. 150 ровно. На самом деле тоже странно. Два из трех бьются ровно 150. Один бьется 162. 164. И с него нет показаний. Хм. Окей. Товарищ диагност. Трамблер. Это трамблер. Знакомая, да? Знакомая система. Стоять. Ну-ка. Внимание, вопрос. Какого хрена? Покажи, что он на свое лучшее. Не, у меня другой вопрос. Какого хрена ты для сих пор датчика не приговоришь? Хороший вопрос. А где он взять эту датчика? Это несложно. Я как раз думаю, что это не очень сложно. Скорее всего, трамблер 4 АФЕ берем просто. Разбираем, вытаскиваем с него. Спаиваем и вперед из песни. Это как он должен замкнуть, чтобы всего лишь на 10% повесилось сопротивление? Да как угодно. В теории может быть? Неисправен? Неисправен. Неисправен? Все. Пада-пада-пам. Вы купили трамблер. Нахожу, что на 3Совском каком-то моторе где-то что-то как-то. Короче, я нахожу трамблер, в котором стоит такой датчик. И мы его заказываем. И пока этот трамблер едет, я нахожу еще одно объявление. Здравствуйте. Я по объявлению на виду вот увидел по поводу трамблеров. Вы ремонтом занимаетесь, да? Да. Я объясню ситуацию. У меня машина Тойота Левин старая. На ней стоит трамблер. В нем внутри стоит три датчика. И вот один из них подох. Его надо поменять. Он определенной формы. Я поискал на Тойотах, на некоторых, например, на 4А и ФЕ на старых моторах, на 3Совских. Есть такие датчики. Вот. Сам этот трамблер найти вообще в принципе нереально. А вот этот датчик подобный. Вот. Я бы с удовольствием взял. У вас такой может быть? Ну, на WhatsApp. Пришлите фотографию. Смотрю. Возможно, есть. Ага. Ну, давайте я сейчас пришлю. Слав. 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 Смотри, давай челу пришлем на WhatsApp фотографию. Давай посфоткаем. У тебя дерьмовый, понятное дело. Но фоткать он умеет. Надо сохранить его номер, да? Да. Давай сохраним. Новый контакт. Назову его, чтобы ты точно не ошибся. Говно трамблер. Назову его. Хорошо. Ха, я только сейчас заметил. Смотри, на нем трещина какая. Ну, есть датчик. Вместе с заменой 3 тысячи будет стоить. Так, а он будет, он точно такой же у вас есть? Да. Так, а может я его просто сам заберу? И все. И замену сам сделаю. Ну, во-первых, это цена на обмен. Во-вторых, дешевле не будет. Ага. Датчик 3 тысячи стоит. Ага. И вы его сами помените. Но он у вас именно вот такой же формы, он сюда же встанет? И это естественно, без всякой гарантии, что там что-то заведется. Да, конечно. Нет, мне нужно только, чтобы он, ну, он рабочий был датчик. Короче, говорите адрес, сейчас я приеду. И вживую уже все просто обсудим и все. Ну, сейчас я уже уехал, я на месте завтра буду. Да блин. Ёлки-моталки. А никак нельзя, может что-то другое будет. Мне вот надо прям кровь из носу сегодня. Ну, я могу вернуться, тогда 4 тысячи будет стоить. Да ну, ёлки-моталки, что у нас за торги? Такой вообще Персонаж веселый. И это какой-то чел идет. Нет, наверное он, а он сейчас Славе звонит. А по датчикам вы, да? По этому трамблеру. Присаживайтесь. Ильдар. Очень приятно, это Леша. Ну что, вот он, все что как, где. Блин, у вас отверстие. Вот датчик. Так. А так это ж не совсем такой. Ну, я переставлю. Датчик устраивают, без всякой гарантии. Ну, я просто про то, что он будет исправен. Ну, что значит будет. По мере его сопротивления, как будет, не будет. Сколько по времени это займет? Все что угодно можно. Я их не одну сотню переставил, все довольны, все ездят. У кого действительно изначально были проблемы с датчиком. Окей, ну здесь проблемы с датчиком есть. Хорошо. Сколько у вас времени займет сделать? Минут 30. Все, давайте мы ждем тогда. 3000. Окей. Этот я забираю. Забирайте. Все тогда, ну ждем для вас здесь. Вот, вопросы есть? Ну, нет, лишь бы он работал. 150 тонн? Ну, я думал, вы с тестером приедете. Да у меня он есть в багажнике. Надо померить, зачем? Я просто хрен его знает, где он у меня сейчас здесь. А я думал, что вы как профессионал с тестером придете. У меня такой мультиметр, что страшно, стыдно людям его показывать. А вы именно только Toyota с кем занимаетесь? Или они вообще пофиг, в принципе, чьи, где, как? Классный мультиметр, да? Ну, нормальный че? Рабочий. Показывай тут что-то. Вот и узнаем сейчас. 151. Единственное, после нагрева он будет больше сопротивления. Ну, это же его рабочая температура. В смысле, рабочая температура, что он будет нагреваться. В любом случае, он же нагревается. Нет, после пайки, то есть я его в руках подержу, он уже будет там, может 160 показывать. Я осциллографом смотрел, мне главное, чтобы он показывал показать на осциллографе. Вот и все. И это я не знаю. Все, короче, давайте просто сделаем и все. Вот датчик устраивает, я его ставлю. Все, давайте, давайте. Устраивать ставьте. Что там пока с осциллографом? Что там с машиной? Смотрите, я уже ослабил его здесь. И это меня мало волнует. Вот я тупо вставляю сюда этот датчик, припаиваю. Провода. Только аккуратненько, пожалуйста. Такой он, такой он вообще, такой. Я сейчас что-нибудь ответственность несу. Я только поменяю, я только это. Три косаря с вас. С исправными трамблёрами каждый день приходит. 30 штук в месяц человек приходит с исправными трамблёрами. Я сразу вы телефон дам. А, ну понятно. Они думают, что он неисправен, приходит, а он что. Это ошибочная диагностика. Слушай, рядом. А наш-то точно неисправен? Угу. Наш-то точно неисправен? Я думаю, что он исправен. А, окей. Нет, то, что сейчас я дал, точно исправен. И тот датчик, который снял, я думаю, что он тоже исправен. То есть не в зуб ногу у нас. Диагности, они... 90 процентов, кто берется за диагностику, полный ноль. 90 процентов. Я вообще охренел с него, блин. Ты видел Славу? Он даже тебя переплюнил в ненависти к людям. У меня вряд ли. Ты вообще как-то видел? Такой он вообще, такой персонаж. Я ничего не гарантирую, ничего не обещаю. Да. Да, да, да. Вот на лачуге в нас влетели, мы не виноваты. Мы получили страховую выплату. А если бы мы влетели в кого-то на лачетти, то мы бы восстанавливали и лачетти, и их за свой счет. Это как бы совсем не радует. Ну опять, если бы у нее была бы страховка... Не, она бы не покрылась чего. Если бы только каска у нее была бы. И то каска, она может, даже по каске она может сказать, я хочу, чтобы вы мне заплатили. Каска же... Каска это... Не, ОСАГО до 4. ОСАГО, если ты виноват, не выплачивает. ОСАГО выплачивает. Если ты виноват, но они выплачивают той, в кого въехали. У меня же на БМВ не было страховки, когда в меня въехали. Ну, все правильно. И мне выплатили, потому что у него-то страховка. Да, и в лачетти точно так же. Все так же с лачетти было. В нас въехали, и страховая ее, румстера, выплатила нам. Все верно. Но, если ты без страховки в кого-то влетаешь, то тебе и ему никто ничего не платит. Ты обе машины восстанавливаешь. Ему-то выплачивают. С чего бы? У нее виновник есть, с чего его страховая будет выплачивать? Ты шутишь, что ли? 100% нет. Прям гаранти... 100% нет. Ты шутишь, что ли? Если без страховки ты виноват, и ты без страховки, ты обе машины за свой счет восстанавливаешь. Ему-то почему... Если у него есть страховка, он может в свою компанию страховую обратиться. Не может? Может. Она скажет, что он не винов... что ты, ну, в тебя у тебя есть виновник, вот с него и спрашивай ты можешь в любую обратиться, либо в свою либо в ее, если ты не виноват если не виноват но только если в тебя влетел человек без страховки ты в его не можешь обратиться, а твоя тебя пошлет нахрен, не пошлет, ты можешь в свою обратиться, она тебе выплатит 100% я тебе говорю ты шутишь что ли? если у тебя есть страховка ты шутишь? да, конечно ОСАГО, это страхование вот сейчас узнаем, давай забьемся давай, то есть ты говоришь что если у тебя есть страховка и ты куда? в тебя если в тебя, да, да у тебя есть страховка и в тебя влетают она тебе выплачивает да, ты говоришь, что если у тебя вот у меня есть на дороге страховка если сейчас у меня влетает солярис без страховки то моя страховая мне выплачивает, абсолютный бред на сколько спорим? на пятеру на пятеру, все, вообще изи вообще изи Клади сюда пятерку. Вот сюда пятерку клади. Ты на громкие связи свежал? Вопрос. Езбу, привет. Привет. Слушай, короче, есть вопрос. Смотри, смотри. Представь себе ситуацию. Вот, например, еду я, у меня есть страховка. Да? И в меня вылетает какой-нибудь автомобиль без страховки. Хэншоха мертвая. Без страховки. Получу ли я выклад? Могу ли я в свою страховую обратиться и получить выплату? Нет, конечно, не может. Конечно, не могу. Все верно. Потому что у него есть страховка. Или бывает это, поддельная. Пятерку клади сюда. Сюда вот. Где? Вот почему я не вижу. Хабар, чтобы написано, что это было. Морщину. Вот оно. Я на самом деле хотел купить кофе тебе и Славе, но не буду. Я купил кофе только себе. Потому что стоит 90 рублей, блин. Слава! Где моя пятерка? Пятерку мне верни, пожалуйста. Пятерку? Блин, ну там не так все однозначно. Нет, все именно так однозначно. Ну нет, это не честно. Ну за фигня, ты обидел, что ли вы... Ну это не честно. Вот они, люди, евреи. Мы с тобой еще на что-нибудь поспорим, и я табу прошу. Кой ты вообще? Давай спорим, что она все безвезется и... Да ты офигел? Кто в этом может быть уверен вообще? Трамблер у нас в руках. Уже восстановлен. Кстати, метки я выставил, прежде чем снимать трамблер, поэтому мы просто закидываем его на место. Мы уже на полной уверенности, на отличном настроении понимаем, что проблема явно в этом, да? Ну то есть датчик был треснувший, все. Сейчас мы приедем, поставим, все будет работать, машина будет заводиться и в принципе, Левин готов, да? Нет. Мы приезжаем, подключаем трамблер, смотрим, а сигнала с датчика так и нет. Он что там, неправильный датчик? Я в смысле убитый датчик продал? Смотри-ка, Савя. Ну это бред. По сути, родитель, он же такой же и с этого берет показания, с этого нет. Да, с этого не берет. И логика какая, то, что он когда проходит, он просто показывает в тот момент, когда прошла. Индукцию. Да, больше ничего нет. А здесь нет. Здесь ее нет, да. Мне кажется, что нас опрокинули с ним. Он по-любому должен создавать, как любой, вот возьми датчик АБС, подключите социллографом, поводи перед металлом, у тебя будут прыжки, он должен давать что-то. Да, да. Он не может по-другому работать. Я просто хочу, у нас социллограф есть, давай просто датчик сам пощупаем. Посмотрим. Надо просто провести вот так вот. Да, 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 перед его носом поводим. Ну, нету ничего, блин. Да не может он не работать так. Ну, ты что, видишь, это очень индукционный датчик. Как он у тебя может не работать? Вот это попробуй, если мимо него провести отверткой. Ну, вон, сразу прям, сразу прям шумы, вот они. Вон где, смотри. Да, да, да. Ну, логика работы у него точно такая же. Ну, как он может вообще молчать? Да. Не может, я тебе говорю, блин, бредятель. Я теперь уже 100%. Да, ну нельзя же ошибиться, понимаешь? Просто он еще такой, этот чел такой хитрожопый, он говорит, цена 3000 на обмен, я ваш датчик заберу, типа, а вам это, я, знаешь... И все равно он работать не будет. И все равно он работать не будет, он такой, типа, сказал, дело не в нем. Типа, я проверил, дело не в нем. И я сейчас думаю, он, наверное, так же у кого-то снял этот датчик точно так же. И нам сюда его поставил. Если бы, ладно, если у нас, допустим, предположим, что у нас... Хорошо, давай сделаем так. Вдруг у нас с той стороны в блоке контакт замкнут на массу, и поэтому все всплески гасятся самим блоком. Давай подумаем. Раз сигнала нет с того же датчика, думаю, а может быть у нас проблема в другом. Давай попробуем перепиновать разъем на трамблере и посмотреть, появится ли сигнал. Так, мы сейчас видим... А, сейчас у нас... Погоди секунду. Опа. Работает, значит. Смотри-ка, да. Короче, офигеть, как здесь прикольно получается. То есть, у нас проблема в том, сейчас мы ошибаемся. Я-то думал, вот это получается, конечно, жестко лошара. Это я лоханулся, получается. Получается, все-таки к этому мужику сейчас нет претензий. Это проблема в том, что блок эту конкретную здесь гасит. То есть, нам надо смотреть ногу, которая приходит на зеленый пин вот сюда. И мы знаем, какая она, потому что блок управления, у нас же вся распиновка на него есть. У меня провода в разъеме не просто не соответствуют вот этой схеме. Они рандомно разбросаны. У меня здесь, смотри, 16-й дистрибьютор в другом разъеме вообще, вот в этом, в 16-пиновом. У меня он стоит в 26-пиновом. На хрен пойми, в каком месте вообще. Знаешь, что может оказаться? Что она не использует этот датчик вообще. Ну, хотя нет, погоди. Это трамблер от этого мотора. Этот блок от этого мотора. Как они могут не использовать ее? Трамблер, подожди, они разве не передел... Он же говорил, по-моему, переделан. Трамблер другой изначально стоял, по-моему. Хорошо. Если трамблер стоял другой, значит, трамблер стоял других вариантов нет, только с катушкой. Катушечный, да. Катушечный. Он говорил, переделал его. Очень странно. Короче, мы вообще не той дорогой пошли. Короче, товарищи диагносты-электрики, давайте я вам расскажу. Заодно это все расскажу и для камеры тоже, но расскажу вам. Давай просто прозвоним на массу сопротивло обоих этих проводов в блоке. И мы поймем сразу. Вот это та проблема, которой Паше, по-моему, не хватало. Он говорит, я не знаю, что искать. Ну, 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 я понял. А здесь уже есть... Да, мы точно скажем, что у нас три пина и G1, G2 абсолютно одинаковые датчики. НЕ другой, но G1, G2 должны быть синитричными. Они приходят в одну и ту же микруху на соседние ноги. И сигнал, наверняка, одинаковый. Да, а на одном из них нет. Мы точно знаем, что. Мы точно знаем, как. Мы не знаем, где. Мы точно знаем, что. Одна из ножек приходящих, и эта микруха может быть исправна, Слав. А чтобы понять, да или нет, мы отдаем ее Паше, говорим, что вот эти три ноги, три интересующих нас контакта. Прозвонить? И он прозванивает. Резистор у него есть. Параллели этим резисторам ищет кондеры, которые сделаны. Выпаивает, прозванивает, понимает, какой сдохший и меняет. Мы отвозим блок Паше со словами Паш, давай поищем, где вообще, в принципе, может быть, есть блок, в котором будет такая же микруха. Вот. Мы тебе ее привезем и, соответственно, надо будет ее перепаять. Паша такой, окей, без проблем. Забирает блок. И мы начинаем искать такую микросхему. Мы начинаем искать другие блоки управления с других автомобилей этих же годов производства с подобными моторами. Смотрим, есть ли такие микрухи. Более того, я связался даже с Женьком, со своим товарищем, которому достался тот самый Левин Красный, если кто-то помнит. Народ, всем привет. Вот, Эльдар попросил подразобрать немножко моего любимого Левина. А точнее, ему нужны зачем-то мозги. Нашли мы их. И снимаются они, оказывается, легко и просто. Вот здесь вот сбоку. Так, идем разбирать. Я посмотрел, нет там этой микрухи. Он все это собрал. Все. Задействовали мы по максимуму все ресурсы, чтобы найти эту микросхему. И тут в один момент что-то мы ехали, по-моему, со съемок Камри. С покатушек на Камри. Возвращались в сервис, приехали, и тут Слава такой слушай, а у меня есть контакт некоего Олега, некоего чела, который занимается электроникой. Он электронщик, там, какой-то такой, типа, свернутый на этой теме. Давай, может быть, позвоним ему и попробуем поговорить с ним. Ну, смотри, мы, во-первых, можем понять, откуда у нее идет, какое у нее идет питание. Какое оно идет. Во-вторых, мы пытаемся понять, собственно, сколько туда идет. То есть, типа, 5 вольт, допустим, 12, 7, там, ну, 9, я не знаю, да? То есть, мы уже там выметаем TTL, не TTL, вот это все. Вот, так как там бучка не легкая пути, то нужно, как бы, воткнуть туда, в режиме с потерянем на 9, так не подождать, потому что, скорее всего, там цифра будет меняться, и я смотрю, и за это время заканяться. И вот, соответственно, первое значение у нас есть, и на втором, там, допустим, и на втором, 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 и на втором. Охренеть, больше информации, половину из того, что он говорит, я просто, для меня вообще это все не понятно, но есть часть вещей, которые, то есть, я понимаю логику, которую он ведет, очень круто. Это все было во времена снегопадов, у нас есть жуткие пробки, сам Олег едет часа полтора из Подмосковья, Блок к нам едет часа полтора, и все это приезжает где-то часов в 10-11 вечера в Стервис. У меня машина на тот момент была 3 месяца в моих руках, это была первая моя тачка, в 2000 году, вот. В 2000? Да. По-моему, мы слишком рано перешли на «ты». Ни фига. Я настаиваю, что... Тебе полтос? А? Полтос, 50 лет? Сколько? 75-25 раз лет. На 13 лет старше, 45. Да, кстати, было проще посчитать, наверное, 75 минус 20, или 21. Да. По-моему, этот и этот, или этот и этот. Выглядит прям как живые, давай его вскроем с другой стороны. Угу. Выглядит прям как живые, только что кто-то говорил, что на внешний вид нельзя ориентироваться. Видишь, не сказал, что они живые? Ну да, кстати, бывает такое, что смотришь на машину, выглядит как живая, а на самом деле мерзляк. Вот. Иногда смотришь на машину, выглядит как неживая. И ничего удивительного. Что она ездит. Она действительно мертвая, да. Наверное, надо побольше. Че-то сдох тестер. Угу. Не, он просто отключился по времени. От старости. Ему тоже под полтос. На какой-то из этих точно приходит он. Вот он. А я говорил. А все, просто здесь лак, блин. А я говорил. Вот тыркать. А я говорил, что приходит именно на эти два. И вот два одинаковых, это они. И ты был прав. Само собой. Так. Это не обязательно было говорить, но. Я просто чувствую себя униженным. И сюда. Да. А, и потом еще на кондеры вот на эти. Он уйдет. Прям вот параллельно. Не, не, не. Это вот сюда. А, да? Да. А, я понял. Сорян. Так, ладно, хорошо. Один из резистов поставим пока неизведанным. Ну, тут просто их считать сейчас не хочется. Так, второй. От второго оно идет на стабилитрон D. Стабилитрон-одиод такой. Я тебе через 101. Так, а вот это у нас, скорее всего-таки, тоже масса. Слава, отбирай у него паспорт. Выглядит прям как живой. Вот эта фигня? Угу. Окей. Так, а мы пока не говорим, что она сдохла. Теперь. Да. Я предлагаю сделать следующее. Во-первых, вернуть на базу как было. Это по-любому. Вот. Во-вторых, подоткнуть блок в машину в таком вот виде, в котором он сейчас есть. Подоткнуть крамблер. Покрутить его, ну, как-то вяленько так. Вот. И поглядеть на импульс вот здесь, внутри, по всей цепочке. По Г1, по Г2. Шестиканальный осциллограф есть. Шестиканальный осциллограф? Да. Вот он висит. Автоскоп какой-нибудь? Да. А, понятно, нет, я свой. Какой? Флюке? Ну, нет, я не... Какой я салоскоп? Флюк у человека, который ездит на Mazda MPV 2001 года. Который стоит, как этот флюк? Да, я бы сказал, сильно дешевле. А, да? Да. Блин, хорошо, когда у человека есть чувство юмора, его не обижают такие вещи. Не знаю, настолько классный чел, я прям, честно, абсолютный респект Олегу. Во-первых, у него отличное чувство юмора. Он очень хорошо понимает мои дерьмовые шутки. Сам шутит туда-сюда. Блин, у нас с ним сразу такой, мы нашли общий язык. Троллить себя, это очень круто. Если ты умеешь троллить себя. Да, я нищеброд. И что ты мне сделаешь? И все, да. И все, и у человека где-то минус-аргумент. Вот, кстати, разрядник. Я понимаю, как она будет вести себя, когда на нее пойдут уже живые импульсы. Она может разогреется, что там происходит. Я не понимаю. Что это? Мы попытаемся по поведению вызнать, кто ты, таинственный зверь. Не, прикольно, супер. Ну, ладно, какие-нибудь красные. Был бы я таким умным, у меня бы голова большая была. И лысая. Я по сравнению с ним чувствую себя неотесная обезьяна. У меня есть отмазка. Я гуманитарий. Да. У меня такой отмазки нет. Но я чувствую себя гуманитарием полнейшим. Блин, не могу никак перестать троллить. Сорян. Если станет слишком много, я готов получить по щам. Меня еще ни разу не бил... Я пытался найти самое максимальное синоним слову «ботан». Это шутка. Слушай, три часа общения у тебя наконец начинает понемногу получаться. А он землетрясение покажет? Это, Слава, это, что это, чемоданчик ядерный, это коды пусковых ракет, коды пуска ракет ядерных. У Михаила Ивановича такой. Угу. Буквально за две минуты Олег объяснил мне, что проблема всех действий, проблема того, что мы ездили, меняли датчик, отдавали блок Паши на ремонт, приговаривали микросхему, искали ее. Проблема вся оказалась в том, что я просто неправильно подключил осциллограф. Нет. Неправильно подключил, это будет не совсем, не так сказано, нет. Так, а теперь подожди-ка, сейчас давай теперь делаем вот так вот. Покрути. Вот это плохой сигнал. Это плохой провод, окей. Неплодный, да? Так, сейчас, подожди-подожди-подожди, это у вас иголочка, это у вас еще что-то, нет, подожди, вот-вот-вот, я прямо вот сюда его просто подтыкаю. Угу. И прикину. Все понятно. Опа-на-на. Да, чудеса. Вот этот разъемчик, он не это? Он дерьмовенький получается. Оказалось, что провод, казавшийся целым, внутри был неисправен. Вы скажете, ну ты чё тупой? Как ты этого не мог заметить сразу? Я промерял, блин, сопротивление датчика через этот же провод, но просто в другом месте. И самое главное, я даже предположить не мог, что между иголочкой и щупом вот в этом месте провод может быть перебит. Я мог, я понял, в чем мог быть косяк, я промерял сопротивление тестером вот отсюда, вот сюда, а не вот отсюда. То есть сам провод, да, и получалось, что я вижу, что он у меня воткнут, я же первое, зачем я сомневался, что у меня плохой контакт внутри, и иголка-то исправна. Я, получается, иголочку саму промерял, да не, я же настолько идиот, чтобы верить в такой вот проводочек. Было бы классно, если бы мы еще поменяли микроуху. Проблемы с тем, что автомобиль не диагностируется, не читается, не входит в режим самодиагностики, постоянно горит чек и не регулирует угол зажигания, они все равно никуда не делись, я уверен. И они никакого отношения к этому датчику не имеют. Да, просто у меня была теория изначально, что это так все классно наложится в одну версию, что это он убил там что-то, и оно, ну, то, что я озвучил. Скорее он не увидел одного из двух датчиков, подумал, ну, я же в принципе могу как-то подвычислить, но я буду работать в аварийном режиме, поэтому вот тебе 10 градусов, диагностики нет, ничего нет, населено роботом. Тоже так могло быть, да? Могло быть, если мы учитываем, что тот датчик неисправен. Но он бы тогда чек-энжином моргал чего-нибудь там осмысленно. Да, а он не моргает. А я предлагаю сейчас сделать, как достать блок, посмотрел бы линию диагностическую в блоке, мы можем ее глянуть? Ну, можем, да. Это прям интересно. И мне, блин, меня напрягает, вот я прям бешусь из-за того, что мой косяк вот в этом во всем. Мы шли сейчас, два дня тратили, два дня, три дня тратили, и не на то, вообще на то, что не надо было, чем не надо было заниматься. Во мне, во мне, короче, борется два человека сейчас, один просто, я сейчас закрою глаза и уже их не открою, я настолько устал. А с другой стороны, это же, мать его, круто. Ну, понятно, что, да. Оно может заработать через полчаса, а может на это потребуется неделя. Заработать вряд ли мне кажется, что надо будет что-то поменять, чтобы оно заработало. Блок, например. Это делается три, по-моему. Сав, садись, твоя очередь. Я уже все, я на седьмой. А можно, есть очередь, надо полежать за нибудь? Ассистент. Подключать, другой должен, здесь включать зажигание. Зажигание включай, Слава. Так. Значит. Мне что, перемычку вешать? Да. Я скажу, в смысле, я повешу, когда надо будет. А сейчас? А сейчас? А сейчас? Приехали. А сейчас пора? Включать надо? Сейчас приехали. А мне перемыкать? Слава, давай, спрашиваю постоянно, бесконечно, включать зажигание или нет. А я буду постоянно спрашивать, включать нам, закидывать мне перемычку или нет. Устроить? А как мы до этого дошли, вообще? Да, на вас. Это? Как мы до этого дошли? Если начал храпеть, значит что-то пошло не так. Слушай, мы можем поменяться, я пока поснимаю, ты можешь поспать. И примерно до пяти утра, чтобы вы понимали, до пяти утра, мы сидели и ковырялись с этим блоком управления. Что ты делаешь? Я работаю в отличие от... Время... Час двадцать девять. Ты переработал, больше не надо. Слав, подсними вот это вот тут. Тут есть такой момент, вот этот вот. Смотри, сколько съемка идет. Пять часов тридцать три минуты, блин. Это только здесь? Это только вот это вот. Мы только что сделали самое величайшее открытие. Похоже, что эту плату сделали епошки. Потому что фирма Denso. Могли бы у меня спросить. АП чай. И, да, кстати, клевая штука. Рекомендую. Угу. С АП сахаром. С АП сахаром и АП лимоном. И АП вода. В АП вода еще залит. Да, да. В исполнении АП славы. В АП стаканах и в АП сервисе. Да. Жаль, что это не АП блок. Иначе нам было бы все понятно. Что скажешь АП Лех? Какая-то абсурдная ситуация. Как будто не хватает АП волос. Сори, это была слишком очевидная шутка. Ну, по крайней мере, это так выглядело. К офтальмологу, может себе. Олег оказался чумовым человеком. Он более того, я вам скажу, какое-то из его изобретений где-то там на МКС летает. То есть чел сделал какую-то крутую штуку. Я не знаю детально, что именно. И ее применили на МКС. И она где-то там в космосе летает сейчас. И по итогу, поняв, что быстро мы не сможем найти неисправность. Мы договоримся о том, что блок Олег заберет сам. И попробует дома его посмотреть. И разобраться, в чем же его неисправность. Следующий день начался с отличной новости. Олег позвонил и сказал. Я оживил блок. Он теперь выходит на связь по диагностике. Моргает лампочками. Все. Я говорю, срочно приезжай. Приезжает Олег. Я говорю, как же ты его оживил. И вот тут я понял, что я даже более того, я недооценивал Олега. Олег это новоявленный гений наш, который смог единственный из всех на этой планете оживить этот блок. Вообще никто особо не пытался, но ты единственный, кто смог это сделать. Мы еще не знаем. Надо попробовать. Не, окей. Хотя бы ты же разобрался с тем, что он с лампочкой разобрался. Ну, да. Я сделал лучше лампочку. Все будет зависеть. Все будет сегодня. Вот блок. Вот я его принес. Он тяжелый, большой. Ты его на лампах собрал. Это очень старая машина, да. И поэтому вот так. Важный момент. Сегодня день истины для этого автомобиля. Если он не полетит, то вряд ли мы что-то сможем дальше сделать с этой машиной, потому что запчастюлину взять негде, если что. Все. Поэтому твоя работа бесполезна. Как и жизнь, в принципе. Это плохая шутка. Я так и знал, что меня оценят по достоинству. Чем тонче провод в этом удлинителе, тем лучше. Это наше правило. Конечно. По-моему, что-то там щелкнуло. Да, это блок сгорел. О, она уже моргает. Нифига себе. Она уже работает. Елки-маталки. А оно у тебя уже перемкнуто, потому что. Да? Наверняка. Так оно у меня уже перемкнуто. Поехали. Опа. Чек погас. И она задрала обороты. Она раньше так вполне делала. Да. Вот сейчас, кстати, эта форсунка по-любому сработала. Но она работает не дольше 10 секунд. Я скажу, что. Стало лучше? Намного. Офигеть, как намного. Помнишь, как она? А вот так вот делала. Серьезно? Я вообще не верю в это. Офигеть. Она никогда так не работала. Помни, Андрюх. Помнишь, как рвала трубы там тут? Да. Отлично. Я обязан сейчас подснять микрокусочек для Славы. Чтобы он тебя за жопу укусил. Блин, ненавижу Славу за это. Почему? Потому что он, блин, я не поеду, блин. Он меня обламывает. Да? Ну, ерундой заниматься. Слава, специально для тебя, брат. Смотри, елки-маталки. А я тебе говорил, надо было ехать. Я тебе говорил, тут будет интересно. А ты что? Нет, я в офис поеду, блин. Я ною, как всегда, сегодня. Вот теперь кусай себя за жопу и думай, что же мы исправили и как все это заработало. Если бы не Олег, мы бы никогда не оживили. Потому что вот это я бы никогда не понял нахрен. Для меня это темный лес. Если бы не он, этот Левин никогда бы не поехал. Потому что нет вариантов найти другой блок и восстановить этот. Вряд ли кто-то смог бы и кто-то бы взялся в принципе. Паша пробовал. Его уже пытались ремонтировать и не смогли. Это смог сделать только Олег. Естественно, ни в коем случае, никогда и не смог. И нигде мы не скажем контактов Олега, чтобы никто никогда не мог к нему обращаться. Это будем делать только мы. Все. Хорошо. У нас исключительно право. Хорошо. Хорошо. Я с тебя возьму плату за это оживление. Знаешь какую? Такую. Пригласи меня на следующую. Ну, какой-нибудь интересный. Даже далеко идти не надо будет. Потому что мы тебя уже ждем. Да, да, да. Я знаю. Я знаю. Так. То есть, по итогу ты просто взял и усилил сигнал. Ты увидел, что он с режимом хлипкий. Это как бы усилитель. Да. И получаем результат вместо полутора пять вольт на ноге. Да. То есть, где-то дорожка перерезана. Это просто питание. Да. Вот с этой вот ноги процессора идет, собственно говоря, сигнал вот сюда. А вот здесь-то как раз мы и колупали. Здесь как раз и потекли конденсаторы. Здесь как раз их меняли до меня. Здесь восстанавливали дорожку и так далее и тому подобное. Соответственно, вот он отсюда доходит вот досюда. И вот эта вот микросхема, она, если его не видит, то она этот процессор пересбрасывает нафиг. И вместо него начинает работать другой. Вот этот. Вот этот, наверное? Нет, вот этот вот. Что-то это хлипкий процессор какой-то. Ну, вот такой. Ну, и чтобы вот эти вот полтора вольта превратить в пять, я поставил здесь такую мелкую схемку на компараторе, собственно говоря. Она из полутора вольт делает пять. Вот. И вот эта штука теперь его видит. И такой, о, живой брателло. Ты чертов гений, блин. Чертов мать его гений. Как можно общаться со старым мужиком так, но я могу. Какой я старый, ты чего? Да. В душе я молод. Офигеть. Вот. Короче. Слушай, понимаешь, проблема вот в чем. Что, как бы, я их не чиню на потоке, да? И вот на этот раз, да, это вот, ну, как бы, я две ночи посидел плотненько так, да? Вот. И его сделал. Но тут вопрос, потому что я делал не за деньги, как бы, да? А вот. А за паспорт. У нас по-другому люди не работают. Да, да. А за паспорт. Вот. Мне просто Эльдар пообещал, что взамен моего паспорта два вернет. Потом свой еще один. Я тебе Славин дам еще вдогонку. А, ты у него отобрал. Славин. Будет у тебя два паспорта. И люди спросят, почему же мы не платим за это Олегу? Потому что он сам не хочет. Ребят, нет вопросов. Заплатить за эту работу я с удовольствием это сделаю. Он сам не хочет. Поэтому в любом случае по итогу, по результатам будет предложено оплатить это дело. Но почему-то он. Какое, термопистоле? Нет. Вообще вот эту всю работу. Ты же потратил время. Я как бы, мы готовы оплачивать. Мы готовы. Так что, назови сумму. Когда людям помогаешь на трассе. Это другое. Я могу себе это позволить. Что другое? Я могу себе позволить. А как бы не все могут. Если бы я ездил на Мазде МПВ, хрен бы я кому помогал. Я тебе точно говорю. Я сейчас блин. Я бы сказал, я ребят, тебе помочь не могу. Это не звучало слишком обидно? Нет. Как можно помогать людям, если ты ездишь на Туареге, то можно помогать людям. Если ты ездишь на Мазде МПВ, помоги себе сам. На самом деле это не зависит никак от машины. Да я шучу. Это же все юмор. Понятное дело. Да? Да. Черт возьми. А я-то думаю. А ты говорил, что все хорошие часы юмора. Так. Сейчас еще одну вещь надо сделать. Опа. А вот это очень круто. Вот это очень круто. Вот этого очень часто не хватает. Если бы вот человек, который собирал эту машину, просто вот такой оставил бы и написал. Я, блин, хренов рукожоп. Взял Ген-2, Ген-1 мотор, переделал на Ген-2, обрезал половину проводов. Не подключил нахрен половину этих долбанных проводов. А эти провода вам не нужны. И все это работало. Я, блин, не смог подключить правильный датчик положения троси заслонки. Я не смог ни хрена сделать. Трамблёс стоит криво. И вот если бы он все это написал. И я писал бы почему и как. То Левин бы это не увез. Слишком много бумаги. Слишком много бумаги. Очень круто. Очень круто. Очень круто. Я уже говорил, что это очень круто, нет? Нет. Я забыл сказать, это очень круто. Ты забыл сказать, что это. Очень круто? Что круто? Вот это все? Твоя работа? А это все? Да ладно. Это человек чертов гений мать его. Серьезно. Я вообще охренел просто вот от этого. Короче, возьми меня в ученики. Хорошо. Научу тебя ардуинку паять. Вот это будет круто. На следующий день мы приезжаем. Уже счастливый, ведь Левин точно работает. Разбираемся с оборотами холостого хода. Это довольно несложно. Огонь. Ты думаешь, это просто так в ней лежали колеса не от нее? Блин, я верю всему уже на самом деле. Ну да. А попробуй вон, смотри, с Б3 лежат колеса вазовские. Попробуй их подкинь. Колеса, может переобуть тогда их? А, просто резину? Ну да. Тоже вариант, кстати. Одинаковый размер? Вот я смотрю, 185-64. Да, одинаковый. Это все равно мертвые резины и все равно выкинуть. Одинаковые, одинаковые. Ты просто перекинь резину и все. Я не умею. В смысле? Серьезно? Ты в шиномонтаже ни разу не работал? Нет. Серьезно? Один раз показываю, пошли. Сейчас закину. Не, ну в теории разобраться я могу. А ну-ка, блин, в теории, сейчас пару колес запорешь. Пошли. Короче, начнем с вот этого, его меньше шансов запороть. Диск стальной. Самое первое, с чего начинаешь, это выкручиваешь ниппель. Это понятно. Вот без меня бы ты этого не начал делать даже. Вот смотри. Вообще, на шиномонтажках всегда у тебя есть вот эти места, куда ты их складываешь. Я знаю, да. Вот, например, здесь. Хоп-хоп. Сверху. Дальше смотри. Смотри. Дальше видишь вот эту срань. И скидываешь грузы сразу, они тебе не нужны. Где тут помойка для грузов? Тут вообще все это помойка для грузов. Короче, отжимаешь колесо, отжимаешь резину обязательно. Если этого не сделал, ты ее потом хрен снимешь. Обычно двух раз достаточно. И желательно попадать вот прям под бортик, чтобы ты не порвал. Ну да, иначе ты ее не порвешь, просто она у тебя будет плющиться и не слезет. Вот. Хоп. Да блин. Все, скинул. Можно диск крепить так. Можно за наружную, сейчас можно за внутреннюю. Пусть будет за внутреннюю. Ну, как закрепился, она сама остается, получается. По-хорошему, нам эта резина нужна, поэтому ее лучше, конечно, тихаря пройтись. Чтобы легче слезало, легче одевалось. Ну, вот это необязательно. Для снятия именно. Ну, по-хорошему лучше это сделать. Монтарь, монтарь всегда в одном и том же месте. Видишь, у него один зубчик такой, второй это плоский. Именно вот этим, чтобы зацепить. Ты ее так просто не вытащишь, поэтому эту надо прогнуть в центр диска. Понял, да? Чик. И после этого пошел. Так, где у нас здесь вращение? Вот это. Нет, вот это. Изи. Все, это первая сторона. Вторая сторона точно так же. Вот так его закидываешь. Кидаешь туда же, с этим же зубом. В это же место. Вот. Вот так же. И все точно так же. И поехали по кругу. Это снять. Снять легко вообще всегда. Снять легче, чем поставить. И все, соответственно. Этот диск нам уже не нужен. На. Я посмотрю. Нет. Слава, что-то забыл. Так. Так. Да. Она, видишь, резкая. Ты ее плавнее нажимай. Подводи его сюда. Нет, не отпускай ее до конца. Сейчас, подожди. Ну, чтобы так не ловить, ты ее чуть-чуть подводи, да. Еще она подстраивается там. Да, она в диск упирается. Ничего страшного, она проскочит его. Да что с тобой, Слава? Ну, смысл я понял. Тебе не хватает уверенности. Блин, елки-палки. Как это сложно. Ты ее сейчас загибаешь. Ты ее ровнее. Вот так вот, да. Ставь. Во. Ничего страшного, ты колесу травм нельзя. Эту резину не жалко, можно так не делать даже. Когда ту будешь ставить, ее прогоняй. Это не так важно. Потому что эта резина все равно на выброс. Настраивать не нужно. Не нужно, не нужно. Ловишь. Теперь с той стороны нажми. Ну, она у тебя нормально. Когда, если не слезай, не залезай, то с той стороны на центр колеса жми. И все. Газуй до конца прям. Первый раз на монтаж. Давай сразу дальше. Старайся это начинать после соска вообще в идеале, чтобы у тебя до соска не дошло. Вот дальше покрути колесо. Что после соска? Ааа, не той. Да, та кнопка. Та кнопка, давай. Показывай. Наверх она, кстати, в обратную сторону крутит. Хорош. Ну, я понял. После соска делаешь для того, чтобы не закоцать. Тринашки, а сейчас самое. Тринашки, четырки, самые легкие колеса. Все. Убираешь. Это колесо нахрен. Сначала ты понимаешь, какую сторону тебе надо. Чтобы понять, какую сторону ты будешь одевать. Вот здесь прогоняешь. Здесь уже как раз желательно прогнать. Одевается так же. Я не знаю, какая это у нас сторона. Пофиг. А вот эту нижнюю чаще всего вот так можно сразу накинуть. Видишь? Одевается точно так же. Ты берешь этот. Вот и все. И пошел. Дети говорят, мелкие они вообще легко делают. Все. Вот я и сам могу, если один раз показать. Да? Вот один раз показал. Да? И вообще легкотня. А балансировку колес мы изучим в другом уроке пока только хотя бы шиномонтаж и мы наконец можем приступить к тому чего мы так долго ждали прокатиться на этом гребаном ливене блин столько времени мы все хотели, ну давай уже мы со Славой просто блин, я не знаю ждали момента, когда она живет просто хотелось посмотреть на что способен 4АГЗЕ 1.6 компрессорный мотор производства 90-х годов Тойоты поэтому, как только появилась возможность мы прыгаем в нее и едем дрифтить я бы присыпнулся я бы тоже а ремней нет, что ли? нет вообще? нет нет ремней, что за жесть 5.7.7 компрессорный мотор коробка блин, ну так едет не так плохо, кстати, ну мягонько так дует вообще, нет? офигеть, это было опасно блин ой, твою мать надо газовать еще больше, чтоб жопу закидывало мне страшно становится раньше, чем короче слишком близко, получается, я беру ну-ка, я попробую я ни разу в жизни не дрифтовал, чтоб ты понимал ни разу в жизни не занимался этой ерундой да нет же, блин, не едет она не едет, точнее, не едет я не могу я, я сдаюсь я не понимаю, короче, у меня не хватает нервов давай, Слава, ты, а я со стороны посмотрю только меня не сбей я бы там не стоял, он у тебя сейчас станет собьет смотри, давай ха-ха-ха-ха я говорил бы ха-ха-ха офигеть, блин ты ушатал ее Слава, ты ушатал тачку там диску конец, мне кажется, нет? да нет мне кажется, там что-нибудь лонжерон вырвал, наверное нет, ничего, нормально я это видел, блин дак ну ты даешь попробуй ты разгазовывай просто и все давай только сам одежь да мне странно, дело не в этом ты машину не убил? нет, нормально она есть с моего Слава ушатал тачку нет стой, там человек здрасте на колесо посмотри, оно нормально крутится? нормально, нормально блин ну вот ты посними, как она стреляет выхлоп, Слав, посмотри там, чтобы никого не было окей вот нах** давай еще раз блин, я не понимаю она разворачивается сразу я говорю, едем дрифтить но на деле, естественно не я, не Слава мы не умеем дрифтить то есть чтобы вы понимали вот если есть человек, который не умеет дрифтить то я примерно вот здесь я не умею дрифтовать это самый настоящий дрифт корч наверно один из лучших дрифт корчей который на планете существует и я даже на нем не умею дрифтовать звони Слава этим ребятам давай отдавать ее ближе к лету если они ее не разложат об столб то мы обязательно с ними состыкуемся я бы еще ту самую фелицию на триоровском моторе динамику разгона этой машины и той я бы сравнил потому что этот едет очень неплохо а чтобы вы понимали на этот момент машина стояла у нас в сервисе примерно уже три может быть четыре недели а Денис уже вообще отчаялся ее получить он там Славе пишет сообщение слушай может быть сжечь ее нафиг а может даже не будем пытаться ну ее нахрен эту машину типа вот и поэтому мы решаем на этом сыграть Денис привет, Денис слушай приезжай короче забирай машину свою этот ничего короче не получилось пока ближе к лету еще попробуем просто она в сервисе здесь сейчас снега места нет она занимает место можешь забрать сегодня ее сегодня? да блин сегодня никак не получится забирай любыми путями забирай нахрен мне сегодня просто малого надо и я блин сегодня не варик блин может то есть варик не знаю там Mavic заказать я ее здесь приму так ладно сейчас давай подумаем по поводу эвакуатора что делать ага давай давай Денис а когда ты сможешь приехать короче на эвакуаторе отправлять не вариант смотри я сейчас думаю если мы например если завтра рано то можно попробовать например часов в десять в одиннадцать можно подумать часов в десять в одиннадцать ну теоретически я конечно могу до десяти в одиннадцать подъехать вот знаешь что ты мне для начала расскажи пожалуйста самый важный момент у нас просто до конца нет понимания ситуации ты говорил что перед тем как она встала то есть получилось как ты на ней прокатился по парковке да после этого ее поставил ушел куда-то через какое-то время там недели две вернулся вернулся и она уже все вопрос ты прокатился сам за рулем на ней или себя прокатили и прокатился и прокатили и она ехала нормально а потом ты приехал и ни с того ни с сего все вот это случилось как вел себя чек чек он изначально по-моему не горел но ты не помнишь точно после этого момента по-моему он загорелся угу я пробовал самодиагностику вот эту пытался она ни хрена не срабатывает угу то есть он как горит горит один раз было что вроде бы оно начало моргать но не похоже было на то что это какую-то ошибку она выбивает угу какой-то глюк да на самом деле мы уже все сделали я тебя обманул вчера по телефону а сейчас видишь сейчас обороты плавали потому что у нее была клемма скинута она сейчас даже еще не понимает как мы после нескольких запусков эта тема проходит чек не горит машина диагностируется сейчас все в порядке два датчика стоят с двух сторон нижний датчик пополам сломан был он от перегрева глушитель сильно перегревает и он прям сломался да вот мы его тоже поменяли это я к тому что возможно именно он убил блок управления скачком напряжения ну проблем то было по машине много но основная проблема была именно в блоке управления двигателем и типа я говорю но такой найти в принципе невозможно нигде мы уже пытались вот поэтому мы нашли классного чела Олега который смог его оживить там дополнительно еще микруху впаяли сделали чтобы она запускала процессор ты что там тут гений я тебе говорю хренов этот Илон Маск тебе ремонтировал эту машину Дис такой да, круто но вообще-то у меня есть такой блок я такой чего он такой ну у предыдущего владельца этой машины есть такой блок его можно купить за 10 тысяч рублей он у него валяется ему не нужен я говорю серьезно он такой ну да я говорю а почему в продаже то его нет он его не продает он у него просто лежит и он мне когда машину отдавал он сказал типа если тебе нужен будет блок то типа у меня есть я тебе за десятку продам я тебе за десятку продам мы блин пол жизни на эту машину потратили окажется этот вопрос решался легче намного где ж ты был то блин почему ты сразу не сказал вот блок у меня есть запасной да надо было спросить а мы блин офигели его искать сколько сил потратили ну кстати реально я посмотрел из переписки того что народ скидывал нужный блок оказался только вот там с нуждой моего возьми возьми будет у тебя на всякий случай я тебе говорю это хорошо месяц назад примерно мы условно забрали машину через 3-4 дня мы знали что неисправен блок просто мы во первых пытались его мы отдавали его в ремонт в два разных места мы его ну как бы пытались хоть что-то с ним делать мы пытались найти вот этот жеванный его нет наши ребята в Хабаровске в Владивостоке в Новосибирске ездили по разборкам искали такой блок нету нигде просто вообще нигде нет а он оказывается у тебя у знакомого есть елки-моталки это вообще жопа вот и еще Слава хотел тебе кое-что сказать а я ушатался в бардюр но Слава вчера пытался дрифтануть неудачно дрифтанул и ушатал в бардюрте вроде не сильно я бы не сказал вот ай-яй-яй но рычаги главное не ушли никто не знает потому что с самого начала с самого первого выезда при повороте руля у тебя трет колесо да и здесь я знаю тут вообще в целом надо с крылом разбираться ну да это был не сильный удар у нас заснят на камеру это не сильный был совсем ну скорость там не знаю 15-20 может это уже на торможении было но просто факт есть факт бордюр и переехало все немножко больше не было никаких последствий ну пару раз бампером передним в сугроб уперлись это ерунда то есть чисто вот такой мягкий снег ничего такого нет вот так вот вот так вот вот так вот такое вот получилось оживление в котором все было была радость была печаль было разочарование было жуткое обсиралово но результатом этого стало знакомство с классным челом Олегом и Олег не против поучаствовать в следующих оживлениях поэтому я думаю что вы его еще увидите так как второе по количеству умираний после катушек это блоки управления значит Олегу работы хватит еще надолго вот ну в принципе на этом все как-то так всем пока вот эти вот два они ну собственно они и больше и толще ну само собой кто больше тот и главный да так всегда и было даже даже в блоках управления это работает именно так немедленно прекращай называть славу жирнославой он же больше значит он и главный нет жирный не значит большой это большая разница понятно жирный это большой в ширину а мы говорим большой в росте и показал большой в росте взорвался только вот второе и все вот